Как известно, пандемия внесла в нашу жизнь свои коррективы. И после завершения карантина все уже постепенно восстанавливается. Согласно единому расписанию, в пятницу, 3 июля, на Кубани, как и по всей России, началось проведение единых государственных экзаменов. В этот день состоятся экзамены по географии, литературе и информатике. Без малого 6 тысяч выпускников планируют сдавать эти предметы в Краснодарском крае. Основная волна ЕГЭ-2020 взяла старты в нашем районе. Началу важной экзаменационной поры предшествовала большая работа всех заинтересованных служб. Для того, чтобы государственная итоговая тестация прошла на отлично, нужно было серьезно поработать. И сейчас, с наступлением основного периода сдачи экзаменов, можно сказать, что все затраченные усилия были не напрасными. Мы побывали в 16-й средней школе имени героя России гвардии майора Сергея Геннадьевича Таранца, где все готово к проведению единых государственных экзаменов. Сегодняшнему экзамену предшествовали пробные экзамены без детей, где проходило обучение организаторов, членов ГЭК, помощников, руководителя, руководителя. То есть мы это проходили накануне. Вот 25-го, 26-го и 29-го у нас были пробные экзамены, где мы еще раз вспоминали все это. Может быть, чему-то новому учили в связи с нынешней ситуацией. Надеемся, что экзамен пройдет сегодня хорошо. Контролируют ход сдачи экзаменов общественные наблюдатели, которые прошли подготовку, чтобы безукоризненно выполнить возложенные на них функции. У нас в этом году от филиала КубГУ в городе Слайнске-на-Кубани 52 человека прошли обучение в общественные наблюдатели, получили квалификацию о том, что они включены в федеральные общественные наблюдатели. Наша задача, чтобы единый государственный экзамен прошел без нарушений как со стороны организаторов, так и со стороны участников. Конечно, я переживаю даже за этих же ребят. Я вообще в этой школе сдавала ЕГЭ когда-то и так же переживала и понимаю, как им сейчас сложно и психологически, наверное, в первую очередь. Все аудитории в пункте проведения экзаменов оборудованы системами онлайн-видеотрансляции, рециркуляторными лампами, сплит-системами. Вход в пункт оснащен металлоискателем и бесконтактными термометрами. Словом, сделано все необходимое, чтобы были соблюдены очень высокие требования по проведению экзаменов. Наша задача, чтобы обеспечить эпидемиологическую безопасность, чтобы у детей не было температуры, чтобы дети были здоровыми. Более ста выпускников со всего Славянского района смогут показать свои знания и получить заслуженные оценки на экзаменах по географии, литературе и информатике, которые откроют перед ними двери высших учебных заведений. Выпускники твердо знают, безуспешной сдачи единого государственного экзамена с приличным баллом шансы поступить в хороший вуз и получить достойное образование невелики. Объективная оценка знаний дает молодым людям возможности для хорошего жизненного старта. Все проходит в штатном режиме. Делается все необходимое и достаточное, чтобы государственная итоговая аттестация в нашем муниципалитете прошла на отлично. Андрей Вишневский, Игорь Ванчугов. Программа «События». Игорь Вишневский, 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 Игорь Вишневский.